добрый день добрым людям наступило лето а значит наступило время заготовок не только вареньев соленьев но еще заготовка разных трав первое с чего я начинаю в этом году это заготовка копорского чая или еще его называют иван-чай в последнее время он стал весьма популярен и продается во многих магазинах и отделах здорового питания но копорский чай известен на руси давным давно давным-давно еще с 18 века заготавливали и употребляли в пищу копорский чай или иван-чай это напиток чрезвычайно популярный делается он из растения который называется кипрей узколистый первое что я хотела бы начать рассказ о копорском чае со его сбора и заготовки как же его собирать сбор и заготовка листа происходит на протяжении всего лета от мая по август доказано чтобы сохранить полезные свойства чайного листа надо именно вовремя его собрать и еще правильно обработать сбор кипрея начинается в конце мая иными словами копорский чай можно собирать все лето обычно собирают иван-чай вручную можно добавлять 30-40 процентов цветков я цветки не добавляю в этом году пока сбор прошел вот в июне месяце лето позднее весна была холодная и поэтому иван-чай еще не зацвел поэтому первая заготовка у меня будет вот такие листики я уже их перебрала рассортировала и уже часть их обработала после сбора листа необходимо провести стандартный процесс ферментации иван-чай это растение которое служит собственно сырьем полностью и обладает удивительными свойствами одинаково полезен иван-чай как для женщин так и для мужчин для прекрасной половины человечества иван-чай незаменим поскольку он помогает справиться с пмс снимает болевой синдром снижает головные боли успокаивает полезен в период менопаузы он стабилизирует сон успокаивает помогает справиться с ощущением когда бросает из жара в холод борется с бактериями и грибками способствует созреванию фолликулов и становится эффективным помощником при попытках забеременеть нормализует углеводный и жировой обмен эффективен при похудении если пить его за 15-20 минут до еды помогает справляться с токсикозом при беременности насыщает недостающими минералами и микроэлементами в период лактации нельзя не упомянуть и лечебные свойства для мужчин их поменьше но тем не менее они не менее значимы иван-чай помогает бороться с воспалением простат доказано что чай помогает остановить развитие опухоли повышает потенцию помогает при похмелье и снижает тягу к алкоголю иван-чай практически не оказывает вреда на организм в отличие от многих других чаев его могут употреблять и детки беременные кормящие мамочки люди с заболеванием желудочно-кишечного тракта единственное противопоказание это индивидуальная непереносимость напитка а теперь приступим непосредственно к ферментации что же такое процесс ферментации это процесс сквашивания то есть это процесс когда нам надо выделить перемять листья до выделения сока и оставить на 10-12 часов не более суток на зависимости от того какие листья может быть чуть больше но где-то в среднем сутки оставить листья вот такие вот я выбрасываю они нам не нужны листья должны быть здоровые и красивые то есть сначала собранные листья у меня в течение суток простояли в пакете и немножко привялились листья перед заготовкой чая мыть не следует эта процедура проводится дома листья собирались зоне довольно чистой поэтому мыть мы их не будем я их тщательно пересмотрела на наличие разных насекомых больных листиков теперь есть несколько способов терментации чая первый который мне очень нравится я листья прокрутила через мясорубку и теперь их плотно прижму крышкой и оставлю на сутки следующий способ надо перемять вот таким образом я беру и надо перемять листики до выделения сока то есть я их скручиваю в такие сосисочки колбасочки вот они у меня в разные стороны кручу верчу кручу верчу до выделения сока и вот я накрутила на вертела уже целую кастрюлю вот она у меня большая кастрюля разминаю процесс разминания довольно непростой он нелегкий но тем не менее для того чтобы достичь приятного вкуса и эффекта и целебный чай чтоб получилось надо вот таким образом долго разминать и крутить вот такие скрутки я скручиваю скрутки и складываю в кастрюлю вот это я еще докручу вот посмотрите вот моя кастрюлька и скрутки вот они у меня вот мои скруточки вот они то есть я кручу и перемалываю переламываю листья до выделения сока они у меня стали влажными я их складываю в кастрюлю потом нажму накрою крышкой и оставлю на 12-24 часа хочется сказать что же такое ферментация простыми словами ферментация это процесс брожения но нельзя однозначно сказать что это чистый процесс брожения это часть процесса брожения в результате которого при недостатке кислорода происходит расщепление органических веществ то есть ферментация это химическая реакция с участием белковых катализаторов ферментов обычно эти процессы происходят в клетке то есть ферментация это что-то что происходит на кухне это процесс повсеместный и в промышленных и домашних условиях зачастую нам кажется это настолько очевидным что мы даже не задумываемся о том что для производства того или иного продукта мы прибегли к ферментации практически всегда когда мы делаем заготовки из овощей на зиму или готовим продукты к приготовлению мы занимаемся ферментацией например квашение капусты маринование огурцов в рассоле или мясо для шашлыка это тоже определенные виды ферментации слово ферментированный встречается очень часто в последнее время в меню ресторана в кафе а блюдо с ферментированными ингредиентами отличает насыщенный и яркий вкус так что же делает продукты ферментированными и как это происходит простыми словами ферментация это контролируемый процесс порчи продуктов это совсем не научное определение но очень яркое и наглядное объяснение процессов ферментации химические процессы происходящие в ходе ферментации имеют смысл следующий то есть особые микроорганизмы вырабатываем либо самим продуктом в нашей ситуации с копорским чаем эти ферменты вырабатывает сам лист то есть это процесс расщепления сложных химических соединений на более простые разложение сложных цепочек на составные части вот так рождается прямой вопрос а сколько же длится ферментация а это зависит от условий от собственно листиков которые мы собрали от их плотности мягкости или жесткости от температуры воздуха от объема вашей емкости в которого сложили и процесс ферментации может длиться в результате от 3 до 36 часов я хочу сказать еще следующее ведь для чая можно ферментировать не только листья иван-чая можно ферментировать листья и вишни яблони груши садовые земляники малины черной смородины черноплодные рябины клёна лещины это будет великолепный ароматный замечательный чай не значит что все травы необходимо ферментировать есть культуры которые при ферментации теряют запах и вкус не получится изысканного чая при ферментации мяты мелисы душицы котовника лобазника вереска репешка эти травы ферментировать не стоит в повседневной жизни мы часто часто встречаемся с ферментированными продуктами даже себе не представляя что это продукты ферментированные кефир сыры все виды алкоголя уксус кофе чай и соевый соус хамон все это продукты ферментации и так давайте подведем итог сбор кипрея для заготовки иван-чая производим с мая по август практически все лето в районах которые находятся подальше от дорог где на листья не опадает пыль и прочие опасные элементы листья собираем только с середины ствола начиная у цветоноса цветы и нижние листья оставляем так как они необходимы кипреют для питания влагой и нижние листики грубые поэтому мы их не собираем следующий этап это завяливание то есть мы оставляем листики для того чтобы они завялились при комнатной температуре и таким образом чтобы вот эта часть вот она она у нас практически не хрустела данном случае немножко так похрустывает значит мы еще оставляем для завяливания следующий этап скручивание либо мы скручиваем на мясорубку либо скручиваем руками то есть делаем таким образом чтобы листики выделили сок следующий этап ферментации перед тем как сушить иван-чай мы его готовим чтобы он получился настоящим качественным вкусным мы внимательно проводим ферментацию скрученные листья мы оставляем до получения легкой степени и мягкого вкуса и аромата но нежного довольно на 3-6 часов оставим на 10-16 часов и тогда чай будет обладать легкой кислинкой иметь терпкий вкус и ярко выраженный аромат и глубокая степень ферментации это от 20 до 36 часов мы получим терпкий глубокий но легкий аромат и последний процесс это сушка если мы скручивали листики вручную то после ферментации эти сосисочки надо разрезать на полусантиметровые кусочки разложить на противне на пергаментную бумагу слоем ну где-то в один полтора сантиметра немножко разрыхлить чтобы не было комочков и высушить духовку при нем но сушить будем в духовке при несколько открытой дверке где-то при температуре не более 50-60 градусов листики должны окончательно просушиться иван-чай прокрученный на мясорубку точно также тонким слоем разложим на противне и будем сушить тех же температурных условиях процесс ферментации на наш мы завершим мы не дадим нашим листьям испортится а завершим мы их сушкой вот и подходит концу моя работа по заготовке капорского чая прошло полтора суток тот чай который я скрутила на мясорубку тот лист выглядит вот таким образом и имеет характерный фруктовый аромат а теперь я выложив на противень вот эти гранулки он у меня и получится гранулированный чайок я поставлю в духовку и буду сушить при температуре 50-60 градусов не больше и при слегка при открытой духовке это второй вариант моего чая я скручивала уже выложила на противень я скручивала в сосисочки колбасочки и теперь я их нарезаю но тоже буду сушить в той же духовке при той же температуре этот чай будет выглядеть несколько по-другому и поверьте будет будет иметь совершенно другой вкус тоже характерный фруктовый вкус но вкус скрученного чая на мясорубку этого совершенно не одинаковые вот таким образом я нарезаю на кусочки эти кусочки выкладываю на противень я уже показала и буду сушить результат будет просто феерический и кроме того это очень полезный чай ну что ж будем сушить все готово вот так в два яруса я сложила в духовку теперь при закрою духовочку вот таким вот образом чуть-чуть она у меня будет приоткрыта будем сушить я вам покажу и вам чай который я приготовила в прошлом году вот у меня вот таким образом выглядит и расскажу как правильно его заваривать две чайные ложки это где-то вот примерно две моих вот таких вот таблетки надо положить чашку и залить чашку на одну треть кипятком 5-6 минут дать настояться затем дали доверху остудить и употреблять такой чай конечно следует без сахара с сухофруктами изюмом курагой с медиком и любыми другими сухофруктами вот так вот выглядит давайте вместе заварим иван чай я положила в чашку две чайные ложки сухой травы на одну треть заливаю чашку дам ей постоять пять минут накрою тарелкой дам постоять потом долью прошло пять минут вот как заварился чай теперь я добавляю до полного объема можно пить горячим можно остудить очень жаль что нельзя передать аромат этого чая очень ароматный вкусный терпкий я его пожалуй выпью с ложечкой меда пока есть время пока есть возможность заготовьте для себя чай не поленитесь это того стоит вы оцените но самый вкусный чай будет спустя некоторое время не сразу когда вы его сделаете а ближе к весне к новому году к весне он станет еще ярче и вкуснее желаю вам здоровья подписывайтесь на мой канал будьте вместе со мной будем правильно готовить будем правильно питаться добра и здоровья иван чай иван чай иван чай иван чай русский чай иван чай иван чай иван чай иван чай иван чай